Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас бритьё. За прошедшие дни я попробовал мыло от Ольги Швец, которое называется мужское мыло, молоко и ши. Ребят, готов подписаться под каждой буквой, которая здесь написана. На самом деле мужское, молока не увидел. Ши, ши есть, но парни, какой здесь аромат. Это просто, он не сногсшибательный, он тонкий, но он такой чертовски приятный. Это что-то травяное, травяное, травяно, цветочно-лиственное, что-то вот такое. Лето, просто лето. Пена, пена 5. Я взял свою виходку, 5-7 раз с каждой стороны пошаркал. Ребят, не хватило до конца, полностью на все. Не как обычно по пояс, а вот полностью все, чтобы взять вот так по-человечески, помыться, то есть мыло зачетное. И пена такая, знаете, я поймал себя на мысли, когда на спине виходка была, она прилипла, зараза, но только она густая была. То есть, ребята, мыло зачет однозначно. Оленька, вот за это мыло, вот мужское молоко и ши, спасибо тебе огромное, это здорово, это хорошо. Что касается шампуня медового. Шампунь медовый, штука интересная. Он меня поразил несколько раз. Первый раз поразил, когда я сделал чуть больше, чем надо было, и я его водрузил на голову. И, ребят, знаете, такое ощущение, что лепешка какая-то. Блин, думаю, ну все, как я его теперь смывать буду. Вы не поверите, что было потом. Капли воды, вот в ладошке буквально вот так вот взял, взял, зачерпнул, и как только начал рукой водить, там просто взрыв, взрыв пены. Просто так шандарахнуло, что мама не горюй. В следующий раз я, вот сейчас вот я, если брать вот этот вот шампунь, буквально вот два пальца омакнул, вытащил, и вот этого достаточно, чтобы просто вам помыть всю голову, еще и останется нафиг. Оно чрезвычайно экономично. Мне очень понравилась его пена. Моет точно так же со скрипом. То есть по кайфу, прям вот знаете, вот прям хорошо, прям аж волосы хрустят. Притом при всем голова не пересушивается. Нет какой-то там чесотки, нет такого, что блин, что-то сухо. Нет, ничего не сухо, все нормально. Это я узнал почему, когда мне сказала любимая. Она сегодня утром кусочек у меня подрезала вот этого шампуня. И сказала Иванов, что за фигня, ты там моешь? Я говорю, как ты, что, это мой этот шампунь медовый? Она говорит, я масло потом замучилась с волос вымывать. Я говорю, солнышко, ты о чем говоришь там? У меня буквально раз думал, ага, говорит, это у вас на коротких, говорит. А у нас, говорит, у девчонок волосы длинные, вот иди потом вымой. Говорит, в следующий раз, если торопиться буду, говорит, жизнь вот этого мыла не возьму. То есть, значит, там что-то есть питательное, и оно что-то там питает. Вот смотрите, сейчас уже 9-й час вечера. Волосы я помыл более чем 12 часов назад. Вот, вот, не жирнится, не пылится, все на месте. И несмотря на то, что сегодня на улице 28-29 жары. То есть, все ходят мокрые, я в том числе. То есть, шампунь зачет. Так, Оленька. И шампунь и мыло 5 однозначно. Извиняюсь, Оля, за что я хотел поставить бы 2? Ну, 2 это я загонул, конечно. Давай троя, потому что ты все-таки не чужая, своя. Ну, блин, упаковка никуда, вообще никак. Вот с такой упаковкой стоишь в душе, как дурак, и не знаешь. Открыл крышку, а куда ее, что-то положить. Это в руку не возьмешь, это надо куда-то поставить. Открыл, поставил, а как забыл, а это, вот, о. И, блин, надо что-то думать, надо что-то менять. Вот эта упаковка реально не подходит. Содержимое на 5 с плюсом, баночка трояк. Ну, прям вот, надо что-то думать. Следующим пойдет камешек от Ольги из Питера. Ребят, даже распаковывать не буду камень-бомба. Это must have. Работает точно так же, как все квасовые камни. Замечательно, прекрасно все убирает. Ну, как его Оля оформляет, как она пробочка вот сюда приделывает, как она вот это вот все оборачивает, ребят, зачет. Даже распаковывать не буду. Вот следующему кому-то на розыгрыше пойдет камень must have. И до следующего бритья постараюсь попробовать мыло с нуля сварено на коровьем молоке, масляши, та-та-там, та-та-там. Блин, ребят, ну, если что, и скушать можно тут всего навалом. Кукурузное масло еще есть тоже от Ольги из Питера. И, конечно же, от Ольги из Питера. Ну, вот это упаковка, вот это, да, это я понимаю. Это у нас будет скраб. Ребят, посмотрите, соломки постелены. Вот там вот, чтобы там они хухры-мухры. Так. Это у нас скраб для лица. Молочный шоколад. Вот, вот. В следующий раз я вам постараюсь уже какую-то картину представить, что это за звери. И с чем их сидят. Оль, за упаковку 5 однозначно. Блин, ну, молодец, хорошо к нашим баранам. Сегодня у нас бритье Фати Пикколо. Это Фати Пикколо. Трехсоставной станок с открытым гребнем. Ручка монолит. Металлическая. Вот такая красота. Ну, выглядит, конечно, шикарно. Предыдущий обзор показал, что его младший брат, который называется Тестина Гентли, обалденный, хороший станок. Со своими характеристиками он лично для меня зашел как нечто среднее. Между Р-89 голова и Р-34 HD. Вот, очень-очень интриговал. Качество О, ручка монолит, покрытие. Вот это все, ребят, за счет однозначно. И сегодня, кстати, это то, что нам прислал Мамен с Гигстон Кэр. И сегодня у нас пойдет его старший брат, Фати Пикколо. Также итальянский станок, который любезно предоставил Карен. И сегодня мы попробуем им побриться, но все-таки не то чтобы ссыкотно. Но рисковать не буду. И это первое. Второе. Хочу составить для себя общую картину, базу. Вот те все новые станки, которые есть. Десмон Десюр, прежде всего, это касается того комментария, который ты оставил. Хотел бы тебе объяснить. Твою просьбу за Астру, я помню, обязательно это сделаю. Но хочу вначале прогнать все на Рапира. С одной единственной целью, чтобы была точка отсчета. Этот станок такой, этот станок такой, этот такой. Если сейчас будут все разные лезвия, ну, ребята, отношения к ним тоже будут разные. Если прогнать все по одним лезвиям, то будет уже какая-то определенная шкала. И на любой вопрос, который вы мне зададите, у меня уже будет какой-то ответ. Что вот это так, а это так. Но в любом случае, с моей точки видения. Поэтому сегодня Рапира. А вот что у нас сегодня будет за место пены, а за место мыла у нас сегодня будет маслица. Которое нам любезно предоставил интернет-магазин опасная бритва РФ. Масло непростое, масло английское. Называется Lock, Stock and Barrel. Lock, Stock and Barrel по-американски. По-английски через О. Lock, Stock and Barrel. В буквальном переводе это означает есть все. От маленького до большого есть все. Это непростое масло. Почему? Это дело жизни одной семьи, которая проживает в Англии. Марк и Бен, если я не ошибаюсь, Сноудены, организовали эту фирму уже давным-давно. У них есть свой парфюмер, у них есть свой симик, у них есть своя территория, свое производство, свои формулы. То есть ребята все, чем занимаются, это масла, уходовые масла для бороды, для бритья. То есть вот все, что нужно для растительности на лице, люди это делают. И делают, как я понимаю, уже не первый день. Поэтому чрезвычайно интересно, что получится. Вот у нас сегодня это маслице и есть. Так что все мыло, все крема, все помазки у нас сегодня отдыхают. Ну и что тянуть-то? Сейчас распаримся и в путь. Как заверяет производитель, для того, чтобы побриться, достаточно будет 3-5 капель. Этого баллончика хватит на очень-очень долго. Так ли это? Сейчас увидим, сейчас проверим. Хотя, конечно, в определенной мере я рискую интриги, расследования. Сейчас масло нанесет. Ааа, кровища! Ребят, не знаю. Может быть, да. Может быть, нет. Мы сейчас это проверим, что гадать. Пока не сделаешь, не узнаешь. Поехали. Ребят, сколько в этом масле всяких составляющих. С утра учил целый день, так и не выучил нифига. Очень много. Но основа, это органовое масло, оно... Ой, запах. Ой, е-е-е. Кошерный. Кошерный запах. Просто. Там что-то про дозатор какой-то было написано. Но я что-то не это. Не вижу дозатора. Так. Почему я не вижу дозатора? У меня в коробочке тоже ничего нет. Ладно. Зададим вопрос. Вот, ребят, смотрите. Я пальцем заткнул горлышко. Протянул. То, что там на пальце осталось. Вот. Очень даже хорошо. И я вам скажу, что вот такой приспособлый, то и дозаторы-то никакие не нужны. Насколько этого достаточно, мы сейчас с вами проверим. Лак, стакан, баррел. Ну таки, я думаю, что я уже все намазал. Попытаемся. Так. Остановка мне где-то надо будет полоскать, правильно? В горячей водичке смочим станочек. Протянул. Продолжение следует... 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 великолепная кошерная халяльное бритье то есть вот но это мой косяк этого с учетом того что там масло еще есть но все все уже не целоваться все ребят масло зачет однозначно по тому как она обеспечивала скольжение давайте все с самого начала расход вот смотрите одно бритье вот видите сколько из расходовалась то есть практически нифига вот тут я готов согласиться с описанием на сайте что в принципе то по большому счету на одно бритье там три четыре пять капель то будет и достаточно потому что ну пускай я вот на каждый проход сделал по пять раз вот так окунул и поднял сами посмотрите сколько там на пальце вот так будете держать капля не капнет значит меньше капли пускай 5-7 капель расходовал скольжение бритвы обеспечивала обеспечивала кожу умаслила успокоила как-то волос в щетину размягчила да конечно же размягчила у меня участвуют в ванной в раковине вот эти хлопья черной щетины болтаются и я чувствую себя великолепно мне в принципе нормально ну не хуже не лучше чем после обычного бритья отношения соотношения то же самое плюс сейчас еще проверю как долго будет кожа вот такой вот оставаться если кожа например через 10-15 минут и это пройдет хорошо еще до конца не понимаю может быть это все смывать потом надо может быть так тоже нужно проверять но в любом случае это после того как поиграться с этим маслом факт остается фактом это качественный годный продукт который вам позволит побриться без пены без мыла без крема вообще без нифига просто вот так вот побриться и вы будете видеть где и что как вы бреете до ориентиров не будет но к этому легко привыкнуть я думаю что я бы привык это точно поэтому опасная бритва рф отдельное вам спасибо что познакомили с этим великолепным обалденным продуктом спасибо вам большое вот нам бы побольше чего-нибудь такого интересного из ваших там загашников я знаю что у вас там мыло кошерное от харисов идет вот это хорошо вот если еще чего-нибудь хорошее будет так это вообще просто мы вас любить будем но парни на этом разрешите с вами попрощаться густого хорошего английского масла пахучего кстати за запах ребят я не отметил запах однозначно 5 не наш не русский сразу видно буржуинский такой знаете дородный джентльменский какой-то так пахнет так пахнет дорогих присутственных местах где публика собирается знаете такая ну среднего достатка такая вот хороший запах хороший отличный густого насыщенного блин масла масла хороших вам приятных сюрпризов чтобы они вас почаще радовали ребят пускай ваше бритье будет всегда таким же кошерным как мое сегодня и никогда вас не расстраивает дай вам бог здоровья пускай всегда все будет хорошо берегите себя берегите своих близких обнимайте их любите так приятно так хорошо пока пока с вами был я вадим